Олег Басилашвили родился в Москве. Грузинская фамилия Басилашвили была только у отца. А до него все предки были Басиловыми. Обе фамилии переводятся одинаково. Потомок Басила, предки Басилашвили пришли в Грузию с территории современной Турции. С горы Басиан около 400 лет назад. В 1956 году окончил в Москве школу-студию МХАТ. Курс П.В. Масальского. И получил распределение в Сталинградский областной драматический театр М. Горького, который покинул, даже не начиная там своей театральной деятельности. В Ленинграде, куда актер с супругой Т.В. Дорониной отправился после Сталинграда, был приглашен в Ленинградский государственный театр М. Ленинского комсомола. Ныне Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом», где играл до 1959 года. В 1959 году вместе с женой был приглашен в Большой драматический театр М. Горького. Ныне имени Г.А. Товстоногова, где, по собственному признанию, весьма неудачно дебютировал в роли Степана Лукина в «Варварах» М. Горького. И долго не мог найти себя. Тем не менее со второй половины 1960-х годов стал одним из ведущих актеров театра. Широкую известность актеру принесли роли в кинофильмах «Э.А. Рязанова», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре» и «Замолвите слово». Георгия Данелия, «Осенний марафон», в 1975 году в связи со смертью отца и одного из ведущих актеров театра «Е.З.Капеляна» был вынужден отказаться от роли Полита в телефильме «А.Рязанова», «Ирония судьбы», или «С легким паром», в 1990-1993 году. Народный депутат РСФСР Российской Федерации. В 2003 году на даче у актера в Ленинградской области побывала программа «Растительная жизнь» с П.А. Лапковым. В 2014 году был гостем программы «Наедине со семьей». 27 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге в квартире у актера побывала программа «Идеальный ремонт». Олег Валерьянович попросил привести в порядок кабинет, при том обустроить спальное место и сохранить два старых шкафа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!